Фортуна, Ника, на Олимпе скучно что-то. Что на земле? Там чествуют кого-то. Там юбилей библиотеки. 65 ей. Открылась в прошлом веке. За 65 лет Центральная районная библиотека проделала масштабную работу. К привычной для читателей книговыдачи прибавилась возможность проводить время более разнообразно. В библиотеке проходят викторины, встречи литературных кружков, концерты, а также есть свой досуговый центр, где можно поиграть в настольные игры. Как результат, рост посещаемости с момента перезагрузки увеличился на треть. Мы стараемся удерживаться и в традиционном ключе, и вводим различные инновации в нашей работе. А что касается возраста, то, ну скажем так, наша Центральная библиотека старше, чем город Видное. Много это или мало, ну, наверное, об этом судить уже даже нашим потомкам. Концерт в честь юбилея предваряла интерактивная площадка, где гости смогли познать основы флористики, заняться рукоделием и сыграть в литературную игру. Одна из хозяек досуговой зоны, Марина Андрианова, сотрудник Центральной библиотеки, в задаче своей работы ставит повышение интереса к учреждению у читателей. Мы хотим, чтобы у нас библиотека не просто пришел, книжку взял, прочитал, сдал, да, а для того, чтобы человек пришел, отдохнул, посмотрел концерт, посмотрел выставку, послушал какую-то экскурсию, ну то есть, да, посетил мастер-класс, ну то есть, чтобы у него разнообразить досуг. Центральная библиотека по праву считается одной из лучших в Московской области. Проекты сотрудников учреждения уже на протяжении четырех лет становятся лауреатами губернаторской премии «Наше Подмосковье». Секрет такого успеха прост – развиваться, не забывая о традициях. Но наша библиотека отличалась только одним всегда – творческим подходом. И поэтому, когда стихает интерес, создаются новые проекты. Проекты это могут быть разные. Это поэтические, литературные, музыкальные, игровые, ну любые. И сегодня даже комплексы, викторины, то есть, библиотека вышла за рамки библиотеки и работает как хорошее досуговое учреждение. Это важно. В ходе мероприятия сотрудников Центральной библиотеки наградили почетными грамотами. Танцевальный коллектив «Мозаика» и школьники из Видновского художественно-технического лицея творчески поздравили работников учреждения с юбилеем. Гостям праздника концерт понравился, однако ценам они считают вовсе не юбилей, а тех, кто успешно привел библиотеку к этой дате. Праздник, конечно, торжественный, такая дата замечательная. Но самое главное не как праздник, а вот какие люди там работают. В свои 65 Центральная библиотека только молодеет. Тишина в просторных залах учреждения уже становится чем-то необычным. Библиотека открыта для новых читателей и людей, желающих провести свой творческий досуг весело и с пользой.